Вести СТФМ. Первые о главном. В Луганске 15 часов. На Вести Плюс. Новости. Здравствуйте. В студии с новостями к этому часу Александра Замета. Владимир Путин встретился с министром обороны России. Сергей Шайгу доложил президенту о ходе спецопераций, в частности, о полном освобождении Луганской Народной Республики. Путин отметил, что подразделения, участвовавшие в освобождении ЛНР, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности. Глава государства также предложил представить к наградам всех отличившихся участников боевых действий. День освобождения территории ЛНР от киевских силовиков станет красным днем календаря в истории республики. Об этом заявил Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия-24». Это очень знаковое для нас событие, которого мы ждали 8 лет. Мы выстояли, выдержали, но только лишь благодаря помощи и поддержке Российской Федерации. А 3 июля станет для нас праздничной датой, сказал Пасечник. Гарди нашла доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб. Подтверждающие документы обнаружили в доме бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области Вячеслава Савченко. Согласно документации, ОБСЕ действовало в интересах украинских спецслужб на протяжении долгого времени. Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов назначил заместителем министра образования и науки Петра Ишкова. Ранее Петр Ишков работал в Министерстве просвещения Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба нашего правительства. Работниками прокуратуры Первомайска совместно с представителями местной администрации доставили коммунитарную помощь беженцам из поселка Тушковка, которые проживают на территории города. Людям передали продукты питания. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами. Вести Плюс. Первое. О главном. Вести Плюс. Продолжаю отвечение радиостанции Вести Плюс. Луганск. Телеканал Луганск-24. Как всегда в это время в режиме телерадиомарафона передачи «Здесь и сейчас». В студии двое ведущих. Юрий Свидерский. И Ярослав Замета. Добрый день. Ну а у нас в гостях заместитель директора Института управления и государственной службы Луганского государственного университета имени Владимира Дали Наталья Анатольевна Мельник. Добрый день. Здравствуйте. Наталья Анатольевна, вовсю идет у нас уже вступительная кампания. Да, ну и, собственно, Институт управления и государственной службы. Какие предлагают специальности? Ну, хочу начать с того, что Институт управления и государственной службы является крупнейшим структурным подразделением Далевского университета. Возглавляет на сегодняшний день наш институт доктор, ой, прошу прощения, кандидат исторических наук Харьковский Руслан Геннадьевич. Наш институт является правоприемником факультета управления, который в 2020 году отметил свое 20-летие. И на базе вот этого факультета управления создан наш институт управления и государственной службы. Перечень специальностей, которые предлагает наш институт на сегодняшний день, необычайно широк. В состав нашего института входит 7 кафедр, большая часть из которых является старейшими кафедрами университета, имеющие опыт подготовки кадров более чем 30 лет. К таким кафедрам можно отнести кафедры экономики предприятия, кафедра маркетинга, кафедра менеджмента, управления персоналом и кафедра туризма и гостиничного отдела. Какие специальности они готовят, я бы хотела остановиться на этом более подробно. Итак, кафедра экономики предприятий. Она готовит у нас бакалавров и магистров по направлению экономика, предлагает получить образование по уровню бакалавриата, экономика предприятий и организаций. И по уровню магистратуры, это тоже экономика предприятий и организаций. Подчеркну, что это старейшая кафедра нашего института, она имеет колоссальный опыт подготовки кадров. Не побоюсь этого слова сказать, что большинство сотрудников нашего института на сегодняшний день является выпускниками именно данной кафедры. То есть преемственность поколений у нас сохранена. Кафедра менеджмента, также старейшая кафедра нашего института, предлагает подготовку бакалавров по специальности менеджмент организаций и широкий выбор магистровских программ, таких как менеджмент организаций и администрирование, управление учебным заведением, управление системой экономической безопасности. И также открыт набор специалитет по направлению экономика, экономическая безопасность, экономика правового обеспечения, экономической безопасности. Очень актуальна и востребована на сегодняшний день специальность. Еще одной очень давно существующей в нашем учебном заведении кафедры является кафедра маркетинга. Готовят специалистов, связанных с маркетингом уровня бакалавра и уровня магистратуры. Кафедра таможенного дела является очень юной кафедрой нашего института. Ее основным отличием то, что в республике они единственные готовят специалистов по таможенному делу. Такая профильная кафедра. В этом году открыт набор. Будем рады, если к нам придут ребята, заинтересованные в получении именно специальности, связанных с таможенным делом. Кафедра туризма и гостиничного дела – одна из старейших кафедр, имеющая тоже колоссальный опыт подготовки кадров, обеспечивающих деятельность туристических предприятий и предприятий сервиса. На сегодняшний день открыто два профиля подготовки на данной кафедре. Это менеджмент сервисной деятельности и менеджмент бизнес-процессов в сфере обслуживания. Хочу отдельно остановиться, что по направлению менеджмент бизнес-процессов в сфере обслуживания в этом году наши ребята защитили дипломы в Воронежском государственном институте высоких технологий. Тем самым получили двойные дипломы Урганской народной республики и Воронежского института высоких технологий. И самая молодая наша кафедра – это кафедра производственного менеджмента. Она существует только второй год, но предлагает широчайший список специальностей, по которым можно получить образование. Это и менеджмент в производственной сфере, менеджмент в непроизводственной сфере, менеджмент здравоохранения, менеджмент таможенных услуг. То есть широчайший спектр и выбор предлагает наша молодая кафедра производственного менеджмента. И захочу закончить перечень кафедр входящих в наш институт – это кафедра управления персоналом экономической теории. Также одна из старейших кафедр, предлагающая для обучения программы бакалавриата и магистрская программа по управлению персоналом. Ну теперь где могут работать? Потому что одно дело там, когда вот это все название профессии, где работать могут, в каких сферах и кем? Ну давайте не побоюсь сказать, что выпускники нашего института, пожалуй, смогут закрыть все должности вакантные на рынке труда, поскольку список выпускников и должностей, которые они могут занимать, очень обширен. Мы готовим, начиная от офис-менеджера, что занимается именно подготовкой этих специалистов кафедры управления персоналом, до руководителей производственных, функциональных подразделений. Даже мы выпускаем руководителей организации здравоохранения и руководителей, занимающихся вопросами обеспечения экономической безопасности. Также мы готовим специалистов в сфере экономики, специалистов, работающих в отделах заработной платы и труда, специалистов, связанных с продвижением бизнес-проектов, специалистов, которые обеспечивают выпуск спортивных программ, собственников спортивных клубов. И вот такое на сегодняшний день востребованное тоже направление – это диджитал-специалисты, которые позволяют нам с вами общаться, получать услуги, не выходя из офиса, не выходя из дома, с помощью интернет-технологий. То есть более подробно узнать о том, кого мы готовим, можно зайти на страничку университета и на вкладке «Будущее трудоустройство» посмотреть, насколько широк список специальностей, которые мы выпускаем и насколько востребован наш институт. На сегодняшний день я хочу сказать, что в институт подано более 200 заявлений, то есть специальности нашего института востребованы. Опять же, выпустили мы в этом году 400 специалистов, которые в большинстве своем нашли место на рынке труда. Наши специалисты также востребованы в Российской Федерации, с удовольствием берут ребят, особенно если брать выпускников кафедры туризма и гостиничного отдела, то предприятие «Сервис» Российской Федерации с удовольствием приглашает на работу наших выпускников. Ну и, конечно же, наше министерство, большинство выпускников наших работает в министерствах и в профильном министерстве, в Министерстве экономического развития. Мы сотрудничаем с предприятиями, с организациями и всячески пытаемся удовлетворить все запросы работодателей, закрыть вакантные места, чтобы наша молодая республика была обеспечена своими кадрами и хорошо подготовленными. Да, но я надеюсь, когда начнется восстановление республики, открытие новых предприятий вообще не будет проблем с трудоустройством. Это касается и менеджеров, то есть то, что касается администрирования различных направлений деятельности предприятий, ну и, собственно говоря, экономистов, которые будут этим все это дело просчитывать. Преимущества вашего института по сравнению с другими образовательными учреждениями, что может давать ваш институт такого, чего не могут быть другие? Наше основное конкурентное преимущество – это наши кадры, конечно же. У нас очень сильный профессорко-преподавательский состав. На сегодняшний день подготовку специалистов готовят 12 докторов наук и 30 кандидатов наук. Для того, чтобы хорошо готовить, мы должны обучаться сами. Наши сотрудники всячески работают, нас саморазвитием занимаются. Мы проходим курсы повышения квалификации в Российской Федерации. Вот любимый университет – это Кабардино-Балкарский государственный институт, где мы с удовольствием проходим курсы повышения квалификации. Также конкурентным преимуществом нашего института является очень сильная научная школа. Мы имеем в составе университета, конечно же, но в нашем структурном подразделении ученый совет по защите кандидатских и докторских диссертаций по направлению экономика и управления народным хозяйством. На сегодняшний день у нас в институте 12 аспирантов, которые готовятся к защите кандидатских диссертаций, и один докторант. Более того, в этом учебном году у нас сшими сотрудниками защищена докторская диссертация и кандидатская диссертация. То есть мы всячески развиваемся для того, чтобы обладать необходимым багажом знаний для подготовки кадров. Хотелось бы также отметить, что начиная с 2015 года, кафедры нашего института ведут тесное сотрудничество с вузами Российской Федерации по возможности так называемого получения двойных дипломов. То есть выпускники наших специальностей получают возможность защитить диплом в Российской Федерации, тем самым иметь на руках два диплома Луганской Народной Республики и Российской Федерации. Это плата в Воронежском? Где еще? Это Воронежский государственный институт, это у нас Белгородский государственный технический институт имени Шухова, это Институт Кабардино-Болгарский государственный университет имени Бербекова и Донской государственный технический университет. Вот с 2015 года мы сотрудничаем с четырьмя этими учебными заведениями по вопросу получения именно двойных дипломов. Могу сказать, что отзывы от коллег самые положительные по уровню подготовки наших выпускников и уровню подготовки выпускных квалификационных работ. Также хочу отметить, что на базе нашего института действует волонтерская организация, которая дважды в 2019-2020 году получала первое место в конкурсе волонтерских организаций Луганской народной республики, куда подавалось именно 49 организаций волонтерских участвов, мы получили первое место дважды. Тоже является основным таким характеризующим хорошо наше учебное заведение. Ну и основное конкурентное преимущество – это большой выбор специальностей, которые можно будет получить выпускнику школы и выпускнику их колледжа или бакалавру для получения магистрских программ. Повторю, что у нас есть уникальные специальности, которых не готовят нигде в республике, как то управление цифровой экономикой – это единственная магистрская программа в Луганской народной республике, как то таможенное дело, как то управление бизнес-процессами в сфере сервиса и туризма. Мы уникальны на рынке образовательных услуг и будем очень рады, если наши конкурентные преимущества станут плюсом в выборе нашего университета и института для дальнейшего обучения. Как происходит профориентация в вашем институте, ну, вашего института? Вот там встречаетесь с ребятами день открытых дверей, ходите, приходите в учебные заведения, может, еще? Конечно, основным видом профориентационной работы это дни открытых дверей. Но в реалиях вот пандемии, которой мы были два года, мы как бы с успехом осилили именно цифровые платформы для того, чтобы доносить информацию о специальностях и возможностях их получения до школьников. Хотелось бы, однако, обратить внимание, что вот профориентационная работа, она не заканчивается с выбором студентам конкретного направления или подачи заявлений. То есть это такая перманентная работа, которая идет на протяжении всего периода обучения студентов. Мы же, когда их агитируем поступить на конкретную специальность, мы формируем у наших будущих студентов определенную лояльность конкретной специальности. Ну, теперь наша задача эту лояльность поддержать и всячески обогатить студента знаниями, имеющимися в нашем резерве для того, чтобы он ни в коем случае не разочаровался, выбрав конкретную специальность. Для этого мы сами учимся, обогащаемся знаниями. Хотелось бы, однако, отметить, что большинство наших выпускников, уже закончив обучение, они попадают на рынок труда. Основная проблема наших выпускников – это неумение себя презентовать, то есть неумение показать, насколько они богаты опытом, знаниями и, не боюсь этого слова сказать, неумение продать себя на рынке для того, чтобы занять конкретную должность. Вот в этом направлении еще предстоит очень много работы сделать, и работа в этом направлении должна быть не только руками нашего института, Министерства образования, но и профильными организациями. Мне кажется, было бы неплохо вернуть государственный заказ под конкретные предприятия, чтобы мы готовили выпускников для данного предприятия, чтобы учесть потребность этого предприятия в знаниях. Или специфика, да, конечно. Производственно очень имеет значение. Совершенно верно. То, что было, кажется, в советское время, когда были конкретные госзаказы, мы готовили адрес на специалистов. Вот к этому нам еще предстоит идти. Также хотелось бы, чтобы, наверное, в учебные планы были введены специальности, позволяющие студентам, выпускникам уметь себя презентовать, показать, насколько он развит. В этом направлении огромное значение имеют вот эти летние университеты, которые сегодня были предложены Российской Федерацией, нашим Министерством образования, куда с удовольствием поехали наши ребята по направлению туризма и по направлению менеджмента. Конечно, не все желающие смогли попасть в эти летние университеты, но объем знаний, полученной информации показал, что это очень эффективно, ребята были очень довольны, и хотелось бы, чтобы в дальнейшем такое сотрудничество было и между нашими министерствами, Министерством Российской Федерации в сфере продвижения выпускников, поскольку мы, как говорит Экзюпери, в ответе за тех, кого приучили. Мы их пригласили, мы их выучили, теперь мы должны обеспечить их работой, достойной работой. Вообще, большой госзаказ для вашего института идет сегодня? Ну, как такового госзаказа, вот если брать советское время, таких цифр у нас нет. Ну, сколько, но все равно. Ну, вот на сегодняшний день у нас есть 12 бюджетных заявок от предприятий, которые ждут наших специалистов. Бюджетных мест у нас, конечно, больше, но по окончанию института, бакалавра или магистратуры, большинство наших ребят уже работают. Я не говорю, что они работают именно после выбранной специальности, но работа есть. Так получается, да. Да. А, к сожалению, вот... Ну, где вы встречали их? Наших выпускников? Так, чтобы они работали еще и не по специальности. Чтобы не по специальности? Ой, да. Не, ну, это тоже значит, где-то пригодились. Соответственно, естественно, знания, полученные в институте, пригодились, но хотелось бы, чтобы они шли и реализовывали себя по тем программам, где они готовятся. Хотелось бы иметь больше мест госзаказа. Ну, как минимум, вот те предприятия, которые делают заказ на сотрудника, я так думаю, они же ведь и оплачивают его обучение, и, конечно же, он идет к ним работать. Такого же не бывает, что предприятие за него заплатило, а он пошел торговым. На сегодняшний день нет вот этих адресных программ по конкретному предприятию мы не готовимся к туда кадры. У нас есть заявки вакантные, которые в большинстве своем дают центры занятости, мы пытаемся их закрыть, имеющиеся специалисты. Вот на сегодняшний день очень много вакансий пришло по экономике. Но получилось так, что выпускники экономики на тот момент уже практически все были разобраны. Совершенно верно. То есть их знание было востребовано. И мы с этой стороны предлагаем данные вакансии нашим контрактным студентам, которые тоже смогут идти работать на благо республики. Хорошее место, хорошая оплата, почему не идти? Но я же опять же говорю, что проблема в том, что не все они себя могут подать, именно показать, что они могут. Кстати, вот в связи с тем, чтобы показать себя правильно, подать себя, ярмарки вакансий так называемые, когда смотрины студентов у вас проводятся, так, чтобы приходили разные предприятия, смотрели, может, там, третий курсник или четвертый курс уже парня, девушку присмотреть себе, вот, хорошо себе заявлять. Да. Я знаю, рабовладельничество отменено, но мало ли. Безусловно. Ярмарки вакансий проводятся, представители работодателей приходят, но количество заявок, которые они могут нам предложить, значительно меньше, ниже студентов, которых мы можем. Да, поэтому получается у нас конкурентная борьба за конкретное место. Поэтому, да, нужно себя уметь подать. И, к сожалению, вот в условиях пандемии такой момент, как производственная практика, была несколько непроизводственная, скажем так, поскольку не все предприятия в условиях пандемии могли предоставить место для вхождения в производственную практику. Это является очень значительным моментом в подготовке. Студенты ознакомятся с специальностью изнутри, и они знают, собственно говоря, что, где. И вот из-за пандемии этот участок работы был несколько скомкан. Но, опять же, это все заканчивается, поэтому мы будем работать с организациями, предлагать себя, заключать договоры, как, впрочем, мы это и раньше делали, на прохождение производственной практики. К нам обращаются, мы всячески пытаемся закрыть вакантные места. Думаю, что неплохие перспективы, поскольку вот наши выпускники без работы не остаются. Это как бы показатель того, что мы не зря работаем, не зря мы их готовим. Студенческая жизнь у них, наверное, какая-то есть еще помимо занятий и практики. Чем занимаются, как увлекаете, досуг занимаете? Да, общественная жизнь у нас хорошо налажена. Спасибо нашему воспитательному отделу, они нам скучать совершенно не дают. Это и конкурсы, и дебюты первокурсников, различные программы помощи переселенцам с той стороны, детские программы наши студенты занимаются воспитательной работой, всячески помогают адаптироваться детям из присоединенных территорий. Также трудовой десант у нас существует. Только что вот заканчивается набор в трудовой отряд для ребят. Ребята будут заниматься восстановлением, ремонтом корпусов. Есть места, где приложить их силы, труд, умения и опыт. Мы будем... Ну, а вообще там КВН и прочее такое? Безусловно, КВН. Очень сильно у нас в институте спортивная команда. Вот был кубок по баскетболу. Команда нашей института заняла первое место. К сожалению, в республиканском мы упали до третьего, но там травма произошла. Но это все... Спорт у нас налажен. Ну, баскетбол считается одним из самых травмоопасных видов спорта, поэтому получить травму там очень легко. Совершенно верно. Ну, ребята занимаются, в спортивные кружки работают. Мы имеем даже в своем распоряжении лагерь, куда наши строят ряды едут, восстанавливая для того, чтобы потом им же там отдыхать, в том числе и сотрудникам. По обмену опытом наши студенты ездят в ВУЗ Российской Федерации. Вот две девочки вернулись из фестиваля зачет, делились массой положительной информации, в восторге от того, как их обучали именно подавать себя, как рассказывали, как удерживали внимание. Очень положительные отзывы, и студенты готовы ехать на следующий год, потому что масса положительных эмоций. Как и вот эти летние университеты, которые обеспечивают ВУЗ Российской Федерации, две недели, замечательные тренинги для развития навыков, связанных с будущей профессией. Так, буквально перед передачей, перед началом нашего эфира, вы говорили, у вас волонтеры действуют, волонтерские отряды. У нас, наверное, очень большая организация, волонтерская доброта спасет мир. Мы ни одну грамоту от органов, и государственных органов, и детдомов имеем. Наши ребята помогают с удовольствием, приютам, бездонным животным, связаны с починкой вольеров, покупкой корма. Также мы акциями занимаемся разрусткой гуманитарных грузов, то, что, в принципе, сейчас делают все помощь нуждающимся пенсионерам. Это все идет добровольно, ребята с удовольствием в этом участвуют. Или что мы вот были призерами дважды волонтерской организации года, и на сегодняшний день пытаемся это знамя не уронить. Всячески работаем над этим. И добровольцев, желающих заниматься волонтерством, тоже достаточно. Все понимают, что это нужно. Сотрудничаете с Общественным движением «Мир Луганщины» либо с другими общественными организациями? Конечно, да. Сотрудничая с «Миром Луганщины», во все мероприятия, где они просят, конечно же, наши участники, обязательно все мы принимаем там непосредственно участие во всех мероприятиях, проводимых «Миром Луганщины». Нашим университетом и... Во всех общественных городских мероприятиях, безусловно. Куда обращаться? У нас вот времени осталось полторы минутки буквально. Куда обращаться? Для выпускников школ, желающих получить образование по специальностям, которые готовит наш институт, обращаться в приемную комиссию. Это «Синий корпус» в холле. Для тех, кто желает продолжить обучение по магистровским программам, мы с удовольствием будем ждать. 401-я аудитория, 3-й корпус, до половины четвертого, кроме воскресенья. Добро пожаловать. Мы ответим на все вопросы, связанные с выбором будущей специальности. Проконсультируем, отведем, покажем кафедру, расскажем о кафедре, и всячески будем содействовать, если будут такие вопросы. Если мы говорим не только о выпускниках школ, о выпускниках колледжей, с какими колледжами вы сотрудничаете, так чтобы сразу на второй или на третий курс сразу же поступали ребята с красными дипломами? Безусловно. Это наш машиностроительный колледж, который является колледжем Дальшского института. Колледж строительный. Мы тоже с удовольствием принимаем ребят оттуда. Не отказываем никому, кто бы желал поступить к нам на специальность. Сегодняшние реалии таковы, что мы принимаем. Пожалуйста, приходите, мы будем рады. Все расскажем, все покажем, отведем, все поможем оформить. Будем рады. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Напомню, нашим гостем сегодня была заместитель директора института управления и государственной службы Далебского университета. Наталья Мельник, приходите к нам еще. И успехов в ваших начинаниях и продолжениях ваших дел. Мы уходим на небольшую паузу. И передадим слово нашему телевизионным коллегам с выпуском на бостей.